Всем приветики! Я хотел бы вам показать, как отключить приложение пост-партии от игры Fortnite. Дело в том, что изначально, когда его только создали, такой функции не было, и все расстраивались, в том числе и я тоже расстраивался, что подключить можно, а отключить нельзя. Но теперь жалобы игроков были услышаны, и теперь его можно отключить. Здесь заново его устанавливаете, потому что, я думаю, вы, как и я, удалили его, логинитесь в нем, и когда попадете в приложение, нажимаете на шестереночку, и здесь вот будет кнопочка «Деактивировать». Вот это оно и есть. Здесь три кнопки «Выход». Это просто выйти из аккаунта в этом приложении, потом кнопка «Удалить аккаунт Epic Games», и это самая бредовая кнопка. Зачем они ее сюда добавили? Люди раньше, думая, что так смогут отключить это приложение, удаляли свои аккаунты. За такую кнопку вообще можно было бы это приложение забанить в Play Market и вообще везде, и отказаться Epic Games от такого приложения. Вот, и только как бы сейчас появилась кнопка «Деактивировать». Вот, «Деактивировать подключение». Нажимаете, и вот оно вам говорит, что если вы подтвердите все, приложение будет отключено. Нажимаете «Деактивировать», оно вас разлогинивает и при этом отключает то подключение, которое было создано с Fortnite. И, собственно, это можно посмотреть даже в самом Fortnite. Там в настройках на вкладочке «Аккаунт» написано «Подключен паспартий или отключен». Вот оно горело «Подключен». Как нажал «Деактивировать» сразу написало «Неподключен». Ну, а в игре вот вы нажимаете на «Аккаунт», «Настройки», «Осчетная запись». И вот здесь у меня было написано «Подключено». Я вот именно, когда лазил в приложение, сидел на этой вкладке и смотрел сюда. Как только я нажал «Деактивировать», здесь «Подключено» сменилось на «Неподключено». И когда было подключено, были как бы две функции. Запись клипов, уведомление о том, что клипы записаны. После того, как оно отключилось, соответственно, эти две функции пропали. Потому что, ну, как бы, оно даже не подключено. Вот, так что, работает. Ну, а в следующий раз, когда войдете, залогинитесь. Оно снова подключит, и снова вот здесь будет написано «Подключено», и снова опять будут гореть те две функции. Так что, если вам надо, то отключить все-таки можно. Вот. Здесь даже есть инструкция по подключению. Ну, вот. Так вот выглядит подключение. Только что оно подключилось, и здесь все это появилось. Вот. А про отключение не пишет, кстати. Когда вот оно не подключено, здесь пишет, как подключиться. Ну, когда не подключено. А когда подключено, уже не пишет, как отключиться. Хотя могли бы. Вот. Но после того, как вы отключаетесь, нажимаете там «Деактивировать», то вот оно пропадает вот таким вот образом. И вам появляется инструкция, как активировать. И таким вот образом теперь легко и просто можно отключить постпартии. Если же надо подключить снова, просто войдите, и оно снова подключит. Вот. Ну, а на этом все. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...